Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Добро пожаловать в Зомбиленд 2009 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Добро пожаловать в Клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. 2011 года. Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике своей ученической карьеры. Он популярен среди своих сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Он становится настолько крут, что начинает избегать своего когда-то лучшего друга Эда. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству прописывается Джерри. На первый взгляд он кажется хорошим парнем, но все же что-то с ним не так. Хотя никто этого не замечает, даже мать Чарли. После анализа странного поведения соседа, Чарли приходит к ужасному, но увы единственно верному заключению. Под луживой маской Джерри скрывается кровожадный вампир, который сделал его район своими охотничьими угодьями. Не в силах убедить кого бы то ни было в своей правоте, Чарли обращается за помощью и советом к популярному иллюзионисту из Лас-Вегаса Питеру Винсенту, рассчитывая, что кудесник поможет ему избавиться от монстра. Убойные каникулы 2010 года. Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных. Попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дейлом, также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых, но в сущности симпатичных ребят за злобных местных, горожане решают дать деревенщине жесткий отпор, но с каждым шагом становится только хуже. Ходячие мертвецы 2010 года. Сериал рассказывает историю жизни семьи Шерифа, после того, как зомби, эпидемия апокалиптических масштабов, захлестнула земной шар. Шериф Рик Граймс путешествует со своей семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места для жизни. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя героев почувствовать глубины человеческой жестокости. Рик пытается спасти свою семью и открывает для себя, что всепоглощающий страх тех, кто выжил, может быть опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле. Земля вампиров 2010 года. Когда города и села большой страны начали разрушаться и ветшать, на них обрушилась новая напасть – эпидемия вампиризма. Там, где есть вампиры, есть и охотники на них. Некто, мистер, самый крутой крушитель кровососов, поможет юноше перебраться на север, в так называемый Новый Эдем. Безумцы 2010 года. В окрестностях небольшого городка падает самолет, на борту которого чрезвычайно опасный вирус. Зараза попадает в водную систему города. Люди один за другим заболевают и начинают яростно набрасываться на всех подряд. Военные оперативно запирают город на карантин, периодически отстреливая зараженных. Операция «Мёртвый снег» 2009 года. Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений в декорациях идеалистического норвежского пейзажа молодые люди попадают в кошмарный сон. Им приходится бороться за жизнь в схватке с пропавшим здесь когда-то во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби. Мальчики едят девочек 2005 года. Юноша признается девушке в любви и в ту же ночь умирает. Мать с помощью магии Вуду оживляет его, но юноша становится зомби и начинает есть своих сверстников, которые также становятся зомби. В жизни Шона всё идёт наперекосяк. Ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом в эдаком Эльдорадо британского типа. Дома постоянные бытовые разборки с сожителями, а ещё подруга даёт полный отворот-поворот. В общем, не жизнь, а сплошная мука. А тут ещё, как назло, начинается какая-то странная эпидемия, а жившие и очень голодные трупы начинают бродить по Туманному Альбиону в поисках свежей человеченки, по ходу дела заражая всё больше и больше невинных граждан, превращая он их в таких же зомби. Вот тут-то и приходит конец терпению нашего героя. И вместе со своим закадычным другом Эдом, вооружившись дубинами и лопатами, верные друзья выходят на тропу войны, дабы посносить бошки надоедливым зомбякам, спасти своих близких и выжить самим. Рассвет мертвецов 2004 года. В то время, как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра. Но долго ли они смогут противостоять нападению зомби? От заката до рассвета 1995 года. Спасаясь от полиции после ограбления банка, два брата-грабителя берут в заложники священника и его детей. Около американской границы они решают провести ночь в передорожном баре. Тут-то все и начинается. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok